С высокой долей вероятности можно предположить, что очередная полномасштабная война на Донбассе начнется на следующей неделе после ультиматума, который Киев предъявит 15 марта России, ДНР и ЛНР. МИД РФ в лице специального представителя Марии Захаровой официально предостерег Украину от реализации силового сценария. В 2014 году наступление ВСУ закончилось печально знаменитыми котлами, полным военным разгромом, пленом или бегством уцелевших. Но что если весной 2021 все обернется несколько иначе? Прежде всего, скажем несколько слов о том, почему силовой сценарий почти неизбежен. На Украине накопилось слишком много внутренних проблем, справиться с которыми молодому и амбициозному президенту Зеленскому просто не под силу. Страна, подсаженная на кредитную иглу Запада, стремительно нищает. Население массово разбегается в поисках лучшей жизни. Те, кто остался, вынуждены как-то выживать при условии непрерывно растущих коммунальных тарифов и безработицы. Пока у простых украинцев концы с концами не сводятся, несколько олигархов и лица, приближенные к местной разновидности вертикали власти, становятся только богаче. Вдобавок, больших проблем создала пандемия коронавируса и неопределенность тем, как и чем вакцинировать население незалежной. В условиях выбранного вектора на евроинтеграцию сделать со всем этим почти ничего невозможно. Постепенно назревает новый бунт, бессмысленный и беспощадный. Юморист и просто душка Владимир Зеленский даже был вынужден сбросить личину президента Голобородько и превратиться в некое подобие диктатора. Стравить все это социальное напряжение можно только одним проверенным способом – попытаться устроить маленькую и победоносную войну на Донбассе. Любой военный успех, вроде освобождения нескольких населенных пунктов, будет провозглашен великой перемогой, а Владимир Александрович получит свой триумф и переизбрание на второй срок. Но почему Киев рассчитывает на успех? Неужели поражение 2014-2015 годов его ничему не научили? Увы, не стоит легкомысленно относиться к ВСУ. Сегодня это 250-тысячная армия, гораздо лучше обученная, организованная и вооруженная, чем 5-6 лет назад. Многие солдаты и офицеры получили реальный боевой опыт, а за одного битого двух небитых дают. Переоценивать их возможности мы не будем, но и недооценивать тоже не надо. Напомним, еще недавно в Армении многие искренне считали, что в случае чего наголову разобьют азербайджанскую армию и потом дойдут до Баку, а вышло иначе. Во-вторых, на этот раз Украине будут активно помогать иностранные государства. Прежде всего, упомянем про турецкие ударные беспилотники, которые показали себя настоящим оружием победы в Нагорном Карабахе. Почти безнаказанно байрактары за короткий срок повыбивали огромное количество армянской военной техники. Так вот, Киев закупил у Анкары уже две партии этих ударных бла. Кроме того, активно ходят слухи о том, что ВСУ консультируют турецкие военные советники, получившие успешный боевой опыт в Сирии, Ливии, а после отметились на стороне азербайджанской армии и в Арцахе. Что еще тревожнее, судя по всему, теперь ВСУ будет помогать и Пентагон. Разумеется, не отправкой войск, а пока что разведывательными данными. Напомним, совсем недавно американские военные разместили на авиабазе в Румынии эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников МК-9 «Риппер», «Жнец» и обслуживающий персонал из 90 американских операторов и пилотов. Генерал Джеффри Харигян, командующий AS Air Forces Europe and Africa, к слову, этнический армянин, что несколько иронично, пояснил цели этого нового подразделения. Это дает нам возможность собирать информацию таким образом, которого у нас раньше не было, и одновременно позволяет нам, с точки зрения боевого театра, получить более четкое представление о деятельности, которая происходит не только в Черном море, но и в других местах, Крым и та область. Та область – это, если кто-то не понял Донбасс. Теперь, по данным официального портала ВВС США Air Force, МК-9 «Риппер» приступили к круглосуточному разведывательному патрулированию. Дальность полета их составляет 1900 км, максимальная скорость – 400 км в час. Расстояние от американской авиабазы в Румынии до Крыма составляет всего 700 км, но возможно, что в случае начала боевых действий Киев предоставит Пентагону возможность пользоваться своей инфраструктурой для БЛА. Также велика вероятность, что к разведке обстановки на Донбассе активно подключатся беспилотники РК-4 Global Hawk, радиус действия которых составляет 5500 км. Генерал Харигян имеет большой боевой опыт, поучаствовав в операциях «Джаст Коз» в Панаме в 1989 году, «Дезерт Сторм» в 1991 году, «Ирак Фридом» в 2003 году и «Инхирент Резолф» в 2014. К слову, это он заявил, что у ВВС США есть конкретный план по преодолению системы ПР о Калининградской области. Иначе говоря, в 2021 году обновленные ВСУ будут действовать против Донбасса, ориентируясь на советы и рекомендации американских и турецких военных. Не стоит относиться к этому с шибкозакидательным настроем. Понятно, что Россия разгромить ДНР и ЛНР не позволит, но грамотно организованное широкомасштабное наступление украинской армии может привести к утрате республиками части своих территорий.